да у нас сел аккумулятор и вот какого хрена короче давай толкать что просто тут склон главное успеть ее ручник дернуть руль то тут еще непростое занятие она наверно за счет накладки примеру а если вперед как думаешь не на реально замерзла давай в обратную аж не может быть такой тяжелый что мы вдвоем не справиться не может давай а может проще сейчас все за тросом ехать не я трос не найду чё же и мешает то почему она во что-то упирается и типа что-то не а он не поможет нам машину толкнуть то нам что-то вдвоем не справиться с ним рычагов 2 сука подборщика ни у одного трасса нет ну а почти все давай мы мы горку одну преодолеет 2 тут все они не просто зато подразмялись не холодно теперь не хочет ну на ждем еще заряд прошло всего два часа мы и завели отлично так снимай правда и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но сейчас получилось, что мы стартовали в чемпионате на 55-м месте И получилось продвинуться на 15-е С современной дрифтовой конкуренцией в топовом чемпионате Это реально огонь Да, посмотрим, что будет в следующем году И вы сами построили Коршуна Годорова? Конечно, конечно, сами построили, построили с нуля И учитывая то, что весной был первый этап РДС Если мне память не изменяет, там в апреле в конце За два месяца до первого этапа Наш пилот Виталик Полищук принял решение Да, он не принимал решение Он просто взял и привез другой кузов Он просто привез кузов в купе А все было собрано уже в кузове седан Нормальная тема еще Да, пришлось перекинуть кузов Но у нас есть Виталик, механик наш дрифтовый Который везде присутствует на всех этапах И он круто справился Все круто, все получилось Мы выехали на первый этап Весь сезон машина не подводила Пока все там в техпарке что-то чинили Виталик, собственно, плевал в потолок, гулял Это было видно больше всего на этапе в Сочи Я тут сейчас немного не вписываюсь Типа в 335-ю, C63-ю АМГ, РС-5-я там и так далее Но что делать? Блин, разные тачки приезжают и как бы И ездят на всякие старых ведрах Да, сейчас даже бывает такое В преддверии следующего дрифта сезона Что сейчас все на Жигулях И многие даже просят сделать Жигули Сделать выворот, подвеску Сделать заварку под дрифт и так далее Потому что сейчас Жигули это вообще самое Сейчас все катаются на классических Жигулях Есть американская классика, а есть вазовская классика Да, вазовская классика вообще Она непобедима в зимнем дрифте Я думаю, это реально так Притом ее можно не готовить Просто вот как есть Типа 10 тысяч рублей вложил и поехал Вот по такой схеме Короче, погнали диагностику Хомутики Одноразовые вот эти вот волшебные хомутики Они без возможности подтяжки То есть, соответственно, шланг, когда он дубеет уже Отренними Обжимы не хватает Ну, понятно И затянуть это говно невозможно Да Лечится это, снимается это Томуд ставится обычным человеком Ну, да Вазовский Да, либо замену трубок Это так называемая сервисная подушка Ага А также страховочная Когда мотор ложится Ну, и видно, что я уже все плохо с ней Да Она должна стоять ровно посередине вот этого отверстия Она не должна касаться Я понял Вообще ничего здесь Ну, вот продавленная коробочная подушка Даже по расстоянию Ага То есть, она все, она лежит То есть, соответственно, мотор с коробкой Завален еще в сторону Да О, нормальная техника Вот, вот, вот одна подушка Кончина Это чтоб направо лучше поворачивать было Со шрузом Граната Точно Ну, ей, да И замена Тормоза все под замену в круг Это было понятно еще до сервиса Вот здесь болтик есть Ага Крепление поддона к салену А вот здесь болтика нет О, отличненько Зачем нам лишние болты в моторе? Вот этому супер-футурка конец Супер полностью вылез Ну, там нет колодки Ну, металл Вот оригинальная лаговская пробка Оп Ага Вот У нее резьба идет не до конца Соответственно, когда вы закручиваете эту пробку Резьба уже вышла А здесь идет дотяжка И последние, последние шлицы Они начинают вытягивать резьбу из поддона Угу, я понял Вот Соответственно, мы используем вот такие вот Маздовские пробки У которых целиковая резьба И сменное колечко То есть, эта пробка, в принципе, навечно Она не вытягивает резьбу Она плотно закручивается по всем виткам То есть, просто купили Маздовскую и не паримся Да, потом колечки просто меняются Одноразовые Алюминиевые или медные Трубинотечные чувачки? Ну, вот судя по прогону Вот это я не знаю Это старая, скорее всего Это может быть Нет, это запотевание масляное То есть, это Он по чуть-чуть, по чуть-чуть парами выплевывает Ну, опять-таки, если затянуть хомуд, этого будет меньше Вот Вопрос это либо С самой турбины Мазда гонят Вот Но картридж сухой То есть, вот я смотрю Как бы Потеков на картридже нету То есть, холодная часть, как бы, в принципе, сухая Картридж тоже сухой Ну, у них же обычно она либо сухая, либо вся босса Она просто Вентиляция, картерный газ Вот это, кстати, скорее всего Клапан Это возможно Который из клапанной крышки сплевывает как раз пары в турбину Ну, на них есть такая печальная Да это почти у всех немцев, по-моему, клапан вентиляции Вот А вот это вот переклейка к передней панели Масло течет Да, да, да Вот, там внутри прокладочка под ней Ну, соответственно, если ремень ДРМ менять Да, это все пачка, конечно Все пачка Там сверху Там все плапанная крышка, все заливает Которая течет Безбожная причина Вот А натяжитель, на самом деле, очень даже вполне работоспособный Да? Идет на холостых На холодную, когда только завоется Идет какой-то прям стук вообще Ну, прям он такой Пу-пу-пу-пу-пу-пу Но это не мотор Это цепь именно Но он, по-моему, снизу откуда-то долбит Нет? Цепочка именно спряча Ну, на самом деле, такие вещи, конечно, лучше еще и на холодную послушать Когда совсем мотор будет холодный Когда масло холодное завести и послушать Как конкретно уже Вот Потому что натяжители у этих автомобилей Они у всех прыгают И его практически не слышно Вот Он стучать будет только в тот момент, когда он ограничителями своими начинает Ну, понятно, когда уже выработался в накрасном До ограничителей совершенно Ну, это сейчас мы машину опустим, я покажу Он до ограничителей совершенно не дотягивает То есть он проходит Находится в практически взведенном состоянии То есть там чуть-чуть и стопор можно Мы просто, короче, что мы делали Мы его рычагом вот так вот качали туда-сюда И вот он как-то на сторону вот именно натяжения То есть это по часовой стрелке Он прям так, ну, упирался во что-то прям уже как будто бы в конец В принципе, вкладыши можно будет посмотреть Если поддон будем снимать То есть как бы все это безобразие перекрывать Ну, вот на теплообменнике Ага Вот прям Вижу, вижу, вижу Красненькая И вот отсюда его видно Ну, я видел, да Плюс турбина очень сильно греет здесь антифриз Поэтому он, если быть точным, вода испаряется Дистиллированная вода Из антифриза Она выкипает Дистиллиант выкипает А как он? Через стенки? Куда он? В смысле? В смысле? Система же герметичная А, ну через клапана просто? Через клапан сбрасывает давление А, это ладно, да Планк подтекает на печку Вот там пластиковая такая Не-не, вот отсюда Прямо по прямой, который слева Ремень ГРМ Комплект С роликами, натяжителями И помпой Мотор 1.8, комплект Коробка, автомат, комплект Помпа, кепу, металл Дальше смотри Сальники распредвалов Распредвалов Они есть вон Сальники распредвалов, да Просто, чтобы я не запомнил Я не знаю, у меня была такая машина Черт тоже не знаю Задний патрубок антифризный Там прокладка Резиновая Там такой Но это на самом деле Будем уточнять По факту По факту, да Либо это пластиковый патрубок Лопнул Чаще всего он лопается Потому что там температура Либо прокладка То есть, ну, по методу сделай Комплект прокладок На переднюю часть мотора Где маслонасос И так далее Соответственно, пробку нормальную Масляную Сальник хвостовика Два коробки Левый сальник привода Переборка задних спортов Под вопросом Один точно полностью вылез? Ну, если делать, то мы делаем два Нет, я имею в виду, что полностью вылез А второй подклинивает Граната наружная левая Опора коробки Опора ДВС Плюс сервисная опора ДВС передняя Теплообменничек течет Вот там Шланги текают Но это опять-таки при разборе надо будет смотреть Что там именно шланг или Сам теплообменник изменит Просто коррозия Сальник, если приводной менять сальник Там еще масло Редуктора Короче У нас два листа диагностики Два листа запчастей Которые нам нужно поменять В этой машине У нас 63 наименования 63, чуваки 63 наименования Того, что нужно в ней поменять В общем, по факту Запчастей На примерно 90-100 тысяч рублей Как только сейчас приедут запчасти Через пару дней Из нее мотор-коробка на пол Все это в разбор Все это по углам Все это обратно собирать потом Машина будет практически полностью разобрана По технической именно Все потроха будут вынуты Все будет валяться на полу Мы это все снимем А мне остается только пока сидеть Смотреть в чек Считать тут что, куда, как У нас на самом деле Кстати говоря, еще запчасти Не все оригинальные Но все запчасти будут немецкие совершенно То есть все будет качественно Что-то будет не оригинальное Но будет очень клевый заменитель То, что там кто-то орал, что мы там засовывали Какие-то китайские запчасти В них нет Мы в нее не закидывали запчасти Топранчик был, короче Он как валялся в багажнике у меня Так и валяется Ничего в нее Помимо Лимфедоров В эту машину ничего не запихивали Мы заказываем запчасти Они ориентировочно идут 3-4 дня И начинаем разбор полный Спасибо парням из TurboWorks Что приняли нас вообще сюда И будут с нами ковыряться Будут помогать нам с ремонтом нашей машины Переходите в группу нашу ВКонтакте Подписывайтесь на мою страничку Мы постоянно сейчас будем выкладывать фоточки Я, кстати, не знаю Я думаю, может быть, попытаться отсюда стримить Потому что я буду очень часто здесь находиться в сервисе Будет происходить много чего Я буду много снимать Я вот думаю Стоит ли стримить, короче, из сервиса Какие-то интересные моменты Если стоит Напишите в комментариях свое мнение по этому поводу Либо он ко мне на страницу Не важно Я все читаю И комментарии под Ютубом И ВК-шку Подписывайтесь также на Инстаграм Парней из TurboWorks Там тоже много прикольных фоток Ссылку я оставлю в описании А на этом все И увидимся